Так, тоже мне это очень нравится. Совершенно сверхъестественно появился у нас дома, как бы из ниоткуда, и, наверное, сегодня исчезнет, как бы в никуда, и мы вчера были на проводах, провожали нашу племянницу, и пришли втроем, и тетя спрашивает, а это кто? Да мы сами, мы только сегодня познакомились, и вот хочу вам представить, это лидер молодежного служения, церковь, дом отца, город Москва, Иван Сивов, правильно? Давайте поприветствуем. Аплодисменты. И то, о чем говорила Наталья, это очень созвучно с тем, что сейчас в моей жизни происходит, потому что я чувствую, что я просто вошел в этот поток, и он меня принес сюда. И это чудесно, потому что неделю назад я еще не знал, что я окажусь в Болгарии, я не знал, что я окажусь в Арне, это было спонтанно, и то, что я буду стоять сегодня здесь, это тоже для меня неожиданность. Но я очень рад и благословлен этим. Немного расскажу про себя. Как вы уже услышали, меня зовут Иван. На самом деле, если мы в русскоязычной церкви, можно обращаться как к Ване. Просто, когда я в первый раз приехал в Болгарию, мне сказали, что Ване – это женское имя. И это мне объяснило то непонимание в глазах иногда, когда я представлял, представлялся перед людьми некая настороженность. Я понял, что здесь надо представляться как Иван. Я действительно являюсь лидером молодежного служения, церкви. Также я являюсь руководителем спортивно-исторического клуба. Если вы знаете Антона Теджетова, собственно, я его ученик и преемник. Когда он приехал сюда, он оставил меня там. Работаю в семинаре, тружусь для молодежи, реализуем разные проекты, организуем лагеря, подростковые выезды. И, в общем, жизнь очень бурная. И знаете, когда жизнь такая, и я этим действительно очень благословлен и благодарен Богу за это, так важно нам удерживать фокус на Господе. Потому что если мы погружаемся только в деятельность, мы теряемся. И я этому все еще учусь. На самом деле, так радостно находиться здесь, потому что я чувствую, что я фактически у себя дома. Потому что наша церковь, она очень похожа на вашу. И я был очень удивлен этому. Ход служения фактически такой же. И даже те песни, которые вы поете, я знаю наизусть, представляете, потому что мы поем те же самые песни. И уж меньше всего я ожидал, что услышу песни «Деревянные крылья», когда приеду в Болгарию. Это была такая очень приятная неожиданность для меня. Наша церковь тоже многие называют интеллектуальной. Поэтому, если вы не всегда, вам просто понять, о чем говорит ваш пастор, я вас понимаю. Но это на самом деле очень полезно. Это подталкивает нас учиться, развиваться. Это здорово. И я здесь для того, чтобы рассказать вам свою историю, свое свидетельство. Мне дали такую чудесную возможность, предложили даже. И то, с чего мне хотелось бы начать, это то, что я не из верующей семьи. Мои родители не посвящали меня Богу, они не знакомили меня со Христом. И более того, мама узнала о том, что я должен появиться, когда мои родители не были женаты. И у них, возможно, даже не было сильных чувств друг от друга. То есть я был такой неожиданностью. И мама была вдалеке от отца на тот момент. И она была студенткой и абсолютно не была готова становиться матерью. Многие понимают то, что в такой ситуации могут возникнуть мысли у молодой девушки оставлять ребенка или не оставлять ребенка. И я не знаю, появился бы я на свет, если бы не Господь, потому что моя мама, она не была христианкой, она не знала Господа. Но когда она легла спать, и приснился сон, и в этом сне четкий громкий голос обратился к ней, что у нее родится сын, и она должна назвать его Иван. И когда она проснулась, у нее не было никаких сомнений, что ребенок должен появиться. Она позвонила моему отцу, и он сделал предложение, они поженились. Их брак сохранился недолго, к сожалению. Но когда я уже слышал про эту историю, уже будучи юношей, молодым человеком, я осознал, что Господь меня спас несколько раз. И на самом деле Бог, Он действительно выручал и спасал нас несметное количество раз, и большее количество случаев мы даже не знаем и не представляем. Потому что я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, и сложилась бы она вообще, если бы тогда Господь не вмешался в эту ситуацию. Но я об этом узнал, когда я уже был достаточно взрослым. Мне было лет 16, а до этого моя жизнь складывалась таким образом. Я остался с отцом после их развода, потому что мама не была готова воспитывать меня. И я рос на самом деле в большой семье. Я очень люблю свою семью, очень благодарен Богу за нее. Мы жили в большой квартире в Москве. Там жили моя бабушка с дедушкой, тетя, сестра моего отца и мой папа. И я рос все равно в атмосфере любви. Обо мне заботились, меня обеспечивали, мне помогали. Но вы понимаете, что когда ребенок рождается в неполной семье, у него всегда есть чувство, что ему что-то недодали. И он начинает искать это в других вещах. И это не только чувство, это порой действительно так. Какие бы замечательные отношения с семьей у нас ни были, порой настоящую любовь мы можем обрести только с Богом. И только он приносит полноту. Я был тем человеком, который уже с подросткового возраста пытался найти удовлетворение в других вещах, не в Боге. Я не знал Господа тогда. И достаточно рано в мою жизнь пришли вредные привычки, алкоголь. Я даже пробовал наркотики, какие-то неправильные отношения были в моей жизни. Все это происходило. И всем этим я старался заполнить ту пустоту, которая внутри меня. Но в 12 лет, еще до того, как все эти вещи начали приходить в мою жизнь, произошло другое очень важное событие. Я пришел в спортивный исторический клуб. В данный момент я являюсь как раз руководителем этого клуба. На тот момент Антон был руководителем этого клуба. И это как раз тот человек, который познакомил меня со Христом, который привел меня в церковь. Это была судьбоносная встреча. И на самом деле уже лет в 13 я знал, что такое христианская музыка. Я мало знал про Бога. У меня не было отношения с Богом. Но я был знаком с некоторыми ребятами из церкви, с некоторыми пасторами. То есть имел такое косвенное представление. Но это было всего лишь знание, и не было действительно отношениями с Господом. А к этому я пришел только позже. Если вы немного знаете про наш клуб что-нибудь, вы представляете себе, что у нас достаточно строгие правила. Внутри клуба у нас принято общаться на «вы», уважительно относиться друг к другу. И, естественно, это диктовало и учило определенным вещам. И в какой-то момент я стал осознавать, что в клубе я один человек, а когда я выхожу за пределы этого общения, этого круга общения, я абсолютно другой человек. Это то, с чем сталкиваются многие люди в церкви, которые еще не имели личное откровение о Боге, которые, возможно, выросли в верующих семьях. В церкви одно, в мире абсолютно другое. И я жил такой двуличной жизнью, достаточно лицемерной жизнью. И в клубе я был таким настоящим рыцарем, очень вежливым, очень старался быть благородным. Когда я выходил из-за предела, я был другим. И, на самом деле, это длилось примерно до 16 лет, когда Антон со мной серьезно не поговорил. Слава Богу за таких людей. Слава Богу за лидеров, которые не боятся сложных разговоров, потому что иногда это необходимо. И он рассказал мне про Христа. Он рассказал мне про этот путь. И мы начали с ним изучать Библию, постепенно начали с ним молиться. И я не могу сказать, что покаялся я тогда, потому что это произошло позже. Я начал интересоваться. Я понял, что Бог есть. У меня уже сомнений не было на тот момент. Но я думал, что успею к нему прийти когда-нибудь попозже. И меня все еще втянуло в мир. И я уже начал приходить в церковь, а потом по определенным причинам ушел оттуда. И это был год, когда я находился и пребывал в еще менее приятных вещах. То есть я упал достаточно глубоко. У меня не было тогда еще завета с Богом, не было отношений с Ним. Но на тот момент это действительно было погружение в абсолютно мирскую жизнь. И прошел год. И я осознал то, что в этом нет ничего ценного для меня. Это не мой путь. Я осознал, что единственное, что может меня спасти, что может меня вытащить, что может придать моей жизни ценность, придать моей жизни смысл, это Господь. И если бы вы знали, как мне не хотелось возвращаться в церковь на тот момент. Потому что Антон со мной разговаривал вот в этот период. И он мне говорил вещи, которые были не всегда лицеприятными, не всегда достаточно резкими порой. И мне это, естественно, не нравилось. Конечно, кому это понравится. Но, знаете, уже потом я понял, сколько людей за меня молилось. И очень важная вещь в молитве – это неотступность. Даже когда ты видишь, что в жизни человека становится только хуже, он все дальше отдаляется от Бога, важно не отступать, важно продолжать верить. Мои родители, они до сих пор не с Господом пока что. Но я имею эту веру. Я знаю, что Господь их найдет, когда наступит нужное время. И Антон привел меня в церковь назад. И первое служение, я прекрасно помню этот момент, мне было так неприятно там сидеть. Мне хотелось просто выбежать, мне хотелось покинуть это здание, больше никогда не видеть этих людей. Но слава Богу за Его благодать. И я остался тогда. Только потом я осознал, что таким образом Бог, Он очищал меня. Это не всегда приятно, и нам не всегда хочется переживать такое, но это необходимо, чтобы мы действительно могли жить праведной жизнью перед Ним. И на самом деле, первое, с чего начал Господь в моем сердце, то исцеление, которое Он принес туда, это было исцеление касательно моих родных и моих близких, моей семьи. Потому что я не задумывался об этом. Я не задумывался о том, что у меня сохранились обиды, что у меня в моем сердце сохранились твердыни, которые действительно мешают мне двигаться вперед, которые настраивают меня негативно по отношению к моему отцу, к моей маме, которые просто делают меня эгоистичным. И Господь, Он привел меня к прощению, привел меня к своему исцелению. Иначе я боюсь, что вот эти негативные качества, которые я пытался увидеть в людях своих родных, я бы начал перекладывать на Его характер, на то, который Он. Потому что, когда мы узнаем, что Господь, Он наш небесный Отец, что Он любит нас и принимает, но у нас были проблемы в семье, и мы не все простили. У нас есть, как у людей, свойства перекладывать эти вещи на Божий характер. И это, на самом деле, очень опасная вещь. И я так благодарен Богу, что Он целый год меня проводил через исцеление, через прощение именно в этой сфере. Это было 4 года назад примерно, даже 3,5 года назад. Я и не так давно живу с Господом, но я осознаю, что с того момента, как я принял его, действительно началась новая жизнь. Все стало новым. Все стало абсолютно новым. И те вещи, которые я совершал когда-то раньше, они видны для меня, как такое запотевшее стекло. То есть для меня абсолютно четко Господь отделил мою жизнь тогда и мою жизнь сейчас. Как вы видите, я все еще очень несовершенный человек. У меня множество определенных недостатков. Есть сложности, с которыми я сталкиваюсь в своей жизни. Но Господь, Он не ищет идеальных людей. Господь, Он не избирает самых мудрых, не избирает самых сильных, не избирает самых способных. Он радуется тем, кто просто отвечает на Его призыв. Он радуется тем, кто, несмотря ни на что, следует за Ним. И уже тогда Он прилагает и мудрости, и силы, и все, что необходимо нам, чтобы исполнить призвание, которое Он нам поручил. И я думаю, что самое важное для человека это понимать, как бы высоко Он ни поднимался, кем бы Он ни становился пастором, епископом, пророком, что Он не какой-то суперчеловек, что Он каждый день нуждается в Божьей милости, каждый день нуждается в Его любви, каждый день нуждается в том, чтобы смотреть на Христа. И порой, когда люди задумываются, а как сделать этот шаг? Как примириться с Господом? Как мне найти Его? Я думаю, что когда Господь обращается к нам через других людей, через слова, может быть, вы сидите в этом зале, вы задаетесь такими же вопросами, может быть, вы видите это по телевизору, и у вас есть вопрос, как мне обрести отношение с Господом? На самом деле, Господь уже обращается к вам. И сегодняшний день, это день, когда ваша жизнь, она может быть абсолютно изменена. И какие-то вещи, которые преследовали вас очень долго, страхи, какая-то зависимость или грех, Господь может даровать вам свободу сегодня, уже прямо сегодня. И нам так важно с открытым сердцем просто обратиться к Нему. в этот момент. У многих может быть чувство, что они не готовы, что я все еще не идеальный человек для Бога, что этот момент, когда я обращусь к Нему, он наступит когда-нибудь позже. Не надо ждать. Потому что был момент, когда я тянул. Я действительно тянул, и были вещи, которые я действительно потерял. Из-за того, что я не ответил на этот призыв сразу. Господь, Он никогда не перестает нас звать, никогда не перестает нас привлекать к себе и обращать на взор. Но так важно нам ответить, когда мы слышим Его Слово, обращенное к нашим сердцам. И если вы чувствуете в своем сердце этот призыв, если вы чувствуете в своем сердце нужду примириться с Господом, может быть, вы никогда не сталкивались с церковью, может быть, вы первый раз слышите подобное слово, подобное свидетельство, А может быть, вы уже давно посещаете церковь, но вы чувствуете, что в вашей жизни нет живых отношений с Христом. Или вы охладели, или вы потеряли и отошли от Него. На самом деле, эта молитва, которую мы можем помолить сейчас вместе, она для каждого из нас. Для каждого, кто хочет сохранить эти отношения с Господом, эти ценнейшие отношения, которые есть у нас и которые дарованы нам. Я ободряю вас сейчас закрыть глаза и с искренним сердцем обращенному к Богу помолиться этой молитвой вместе со мной. Я верю, что Господь услышит. Я верю, что Господь, Он примет вас в свою семью. Дорогой наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в молитве, узнав Твою любовь, Твою милость к нам. Я прошу Тебя, прости мои грехи и ту жизнь, которую я вел. я верю в то, что Ты умер из-за меня, умер, чтобы я был очищен от греха и воскрес для моего оправдания. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты совершил, и я принимаю от Тебя в своем сердце, как своего Господа, как своего Спасителя. Я прошу Тебя, научи меня жить праведной жизнью и всегда следовать за Тобою. Аминь. Здесь я верю, что Господь, Он слышит каждого. Он слышит каждую молитву, и в нем нет никакого безразличия, и в нем нет никакого равнодушия. Если вы сейчас молились вместе с нами, но, возможно, у вас еще нет церкви, возможно, у вас нет еще духовной семьи, я ободряю вас сделать этот шаг и найти такое место, найти эту духовную семью, с которой вы можете вместе узнавать Бога, вместе поклоняться Ему, где люди будут служить вам, где вы будете служить людям, потому что путь за Христом это чаще всего не путь в одиночку, это путь вместе с теми людьми, которые веровали в Него, и которые действительно хотят исполнить Его волю на этой земле. Я очень благодарен за свою церковь, которая не отступала, которая молилась за меня, которая не забывала меня, и во многом благодаря этим людям я живу так, как я живу. Спасибо Вам за эту возможность быть здесь сегодня с Вами. Пусть Господь Вас благословит. Спасибо, Иван. Заметили у Ивана такой хитрый еврейский прищур, он действительно еврей по отцовской линии, его дедушка еврей, который живет в Америке, и всю жизнь проработал врачом-психиатром, мы вчера общались, так немножко проясняли, для меня это очень дорого, потому что это мой коллега, и когда особенно психиатр, врач, еврей, для меня это очень близко, потому что мои преподаватели, они были все евреями. Слава нашему Богу. У нас сегодня еще два коротких свидетельства, у нас вообще это как сегодня как служение, благодарение за прошедший год, видение на год, который пришел, какие-то откровения, какие-то свидетельства, что вот Господь говорит вам, и поэтому сегодня вызвались два еще человека к нам, вот Юля вернулась недавно, сейчас Оля хочет засвидетельствовать, и после нее Юля будет. Давайте мы поприветствуем Олю. Добрый день, дорогая церковь. У меня сегодня праздник. Шесть лет назад я родилась. Слава Богу. Вот именно в этот период, после 21 января, я услышала первый раз о Боге. И я сегодня хотела посреди о том, как Господь действует в нашей семье. у нас двое маленьких детей. Вот для телезрителей поговорю, та девочка с кудряшками, это вот наша дочка, и сына Алексея, которому семь лет. И мы занимаемся бизнесом, мы постоянно находимся в движении, и общаясь с людьми, я чаще и чаще понимаю и слышу от Бога и от через других людей, и от Слова Божьего, что если мы сами не наполнены, то от нас нет пользы. И Геннадий и все остальные проповедовали весь прошлый год, в основном говорили о теле, о физическом здоровье, о том, насколько нужно хранить свой мир внутри, и душевный, и физический. И знаете, это работает, слово, оно попадает. И я подумала, так что ж я по утрам такая злая, что ж с меня эта желчь просто прет. я понимаю, что надо молиться, я начинаю молиться, и вот реально два часа я раскачиваю себя, я молюсь, я встаю раньше, чтобы никто меня не слышал и не видел злую и такую агрессивную, чтобы никого не... Вы знаете, когда уже больше, чем полгода я молилась о том, чтобы не ранить людей, своими вот этими импульсивностью не обижать, а чтобы Господь давал любви и быть более мягче и к детям, и к мужу, и к людям, и к друзьям. Но вот вы знаете, да, два часа работаешь, но это же мука, каждое утро надо вставать и бороться. И вот вы знаете, вот помните, я вам рассказывала, что я как-то очень сильно возжелала, как-то я вам записала, жаждущие, да, жаждущие, очень сильно возжелала видеть на сто процентов, потому что до этого у меня были постоянные линзы, а 10 лет до линз были постоянные очки. Я думала, Господи, я хочу зрения, хочу, я молилась, я даже никому об этом не говорила, но внутри поднималась, что это возможно. И Бог меня в прошлом году в марте месяце виртуально записал в клинику и также виртуально сделал мне операцию. И я благодарила Господа. Так вот, я вас вдохновляю, что оказывается работает не только на зрение, я точно так же, Господи, почему я такая утром злая, почему у меня все болит, почему я такая вот, то ли мне воздуха не хватает, то ли мне еще что-то не хватает. Пока не выпьешь чашку кофе, пока не помолишься, пока не включишь музыку, тебя надо раскачивать просто. Но это каждый день борьба. И знаете, я стала очень сильно просить, Господь, покажи мне, где я теряю вот эту энергию, где она у меня уходит. И Бог стал мне показывать. Бог мне стал показывать, ну, я буду делиться, наверное, еще потом, потому что времени мало, я первое скажу. Это дети. Не зря вот часто служители говорят, что Господь не просто так в семью садит разных людей, чтобы мы друг от друга обтесывались. И вот у меня есть такой в семье любимый, драгоценный мальчик, об которого я постоянно обтесываюсь. Вот, понимаете, вот это вот драгоценный сын, но он утром не хочет вставать. И мы купили двухъярусную кровать. И когда он был маленький, его папа просто брал на руки, и все было тихо, мирно, он на унитазе просыпался. Но когда он залез на второй этаж, мы поняли, что это просто вообще, и мы с мужем понять не могли, почему все так плохо. Его же оттуда не стянуть, он спит и все, а мы опаздываем, а нам нужно в церковь на молитвенную, а нам нужно еще злату одеть. В итоге злате кашку в коробочку, она не успевает поесть, а старшего мы раскачиваем. Но это не все. Он же встает, он же постоянно говорит, что ему не нравится, он перечит, он постоянно говорит, нет, 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 ему говорят, что одевает Тонь. И вот вы видите, я бегаю, это просто какое-то издевательство. Я говорю, господи, я хочу доброе утро в полном смысле этого слова. Доброе. У всех доброе? У меня доброе? Я сказала, Господь, я хочу просыпаться и потянуться сладью и сказать слава Господу. Короче, мы в один прекрасный момент мы с мужем решили, все, это был последний день, давай решать. Даже досталось нашим друзьям, потому что они попали под горячую руку, но нам нужно было решить этот вопрос. И вы не представляете, во-первых, Бог четко нам показал, это из-за кровати, потому что он спит высоко, мы не можем его оттуда стянуть. Это первое. И я сыну своему сказала, ты утром с кем ты будешь дружить? С Иисусом либо с духом сопротивления? Духом, который постоянно все наперекор? Ну, сложно было меня не услышать. Он пошел в школу, мы пошли домой, стали молиться. И знаете, Бог тут же начал открывать кровать, еще какие-то моменты, надо ребенка провозглашать. И вот я вспомнила детские наши обучения, семинары. Нам там столько теории сказали, и мы за это все молились, молились, и вот они, знаете, вот прям где в нужном моменте начинают эти семинары открывать свою мудрость. Приходит сын со школы, улыбается, я уже понимаю, что он что-то понял для себя, и тут же мы садимся на диван, и я говорю, сейчас будет семейный совет. Вам рассказать, как было? Интересно, или может быть, я не очень интересна? И вот у меня аж прет сказать ему, что ты будешь спать на нижнем этаже, а Дух Святой говорит, молчи, молчи. И мы сидим такие, сидит Злата, который три годика еще нету, сидит Алеша, себе стульчик поставил такой сидит, сейчас семейный совет будут хорошие вещи говорить, да. И мы такие помолились, все, начинаем. Доброе утро. Алеша, скажи, какое у тебя будет доброе утро? И он называет, что по его, доброе утро. Папа говорит, я говорю, даже Злата что-то сказала. И что вы думаете, оно подпирает сказать, ты будешь спать на нижнем этаже. Нет, мы такие, Алеша, есть три варианта. Первый вариант, это все Дух Святой говорит, вот вы не представляете, вот я хочу сразу на него, ну так вот, а Дух Святой говорит, предложи ему выбор. Я говорю, первый вариант. Дух Святой открывает, ты можешь не вставать в школу, не ходить в школу и останешься на второй год. Нет, окей. Следующий вариант, ты можешь поменяться со златыми местами, ты будешь спать внизу, папа тебе будет как малыша на ручке и носить опять в ванну и будешь спокойно вставать. Нет, хорошо, третий вариант, ты будешь вставать сам и идти в душ, нам просто Бог открыл, он не высыпается, но тебе нужно вечером лечь раньше спать и ты идешь в душ. Вот вы не представляете, Бог такую мудрость дал. Он говорит, да, и мы сделали график на 21 день, мы ставим баллы за каждое доброе утро, и я говорю, Алеша, ты что, хочешь со златой спать внизу? Нет, он спускается, я его тут же в душ, и он потом делает веселый душ, папа его там холодной водой, и он такой выходит, уже одетый, ему не холодно, он перестает ныть, он быстро ест, он смотрит еще мультик, короче говоря, Бог велик, это просто слава нашему царю, но я что вам хотела сказать, опыт у каждого может быть свой, и практика у каждого индивидуальна, но вот я не захотела быть грымзой по утрам, я хотела получать кайф, потом мне Бог еще некоторые вещи открыл, связанные с питанием, но это потом как-нибудь, и хочу вам сказать еще про такой момент, вот мы, некоторые из нас хотят быть всегда правильными, мы хотим во всех иметь определенную дисциплину, все круто, но Дух Святой он бывает начинает говорить, вот у меня еще с понедельника я запланировала, что в среду я попаду на одно мероприятие, 100%, но почему-то вот именно с понедельника у меня появляются какие-то косяки, что я туда не хочу идти, ну как не то, чтобы не хочу, какие-то обстоятельства вылазят, я думаю, ну вроде надо, а может и не надо, а может то, и что вы думаете, я все-таки не пошла, это было в среду запланировано, я не пошла, то есть я просто, ну не пошла и все, и что вы думаете, я выложила какую-то фотографию и мне в контактах девочка написала, моя знакомая, расскажу коротко о ее судьбе, я с ней познакомилась случайно, ее Саша нашел в контактах, она к нам приходила, мы там по поводу бизнеса с ней общались, еще в Беларуси, а она сирота, у нее тогда в данный момент была первая семья, муж у нее был ребенок, ну и как-то мы там зазнакомились и разошлись, и потом через три года мы видим себя в церкви, у нее уже другой муж, она ожидает ребенка, ну и как бы, а я знаю, что к этой сироте наша церковь белорусская постоянно ездила, и она как бы плод, что она стала ходить в церковь, думаю, круто работает, люди не зря, значит, посещают церковь, детские дома, и что вы думаете, у нее родился уже третий ребенок, я по фоткам смотрю, и она мне пишет, привет, типа, как дела, давай поговорим, она мне пишет, а я сижу, у меня такое настроение плохое, думаю, я не настроение, а после этого говорит, нет, стирай, я стираю, давай, думаю, ну ладно, хоть послужу тут, и что вы думаете, мы начали с ней разговаривать, а у нее второй ребенок года четыре, у нее аутист родился, ни с того, ни с сего, и у нее там, значит, своя, как бы там, тусовка вот этих людей, которых дети аутисты, ну мы там говорили, слышу от нее один негатив, шпарит, 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 она говорит, я говорю, а что, как было-то разошло, и она давая мне со смаком, вот, я рожала, у него там была поповина, а там было то, я говорю, стоп, прекращай говорить этот негатив, и я что-то на нее так наехала, я говорю, ты вот, ты в ребенка своего вкладываешь, проклятие, говорю, ты что несешь, мать, она такая, ну да, я говорю, слушай, а давай, говорю, эксперимент проведем, и тут я уже все прошло, у меня, я же забыла, что я там где-то что-то не успела, я говорю, давай эксперимент, говорю, вот начни со своей подружкой, у которой тоже девочка-аутист, говорите о хорошем, вот просто о хорошем, и поскидывала ей там, там, проповеди некоторые, там, книжку скинула, она такая, ты знаешь, попробую, и все, знаете, забыла, мы помолились вместе за нее, она благословенно все приняла, потому что девочка в церковь ходила, и сейчас она мне пишет, Оленька, привет, аллилуйя, отец действительно хотел, чтобы мы поговорили с тобой, она мне сама написала, за последние три дня мои дети меняются на глазах, я в приятном шоке, особенно от Альберта, вот который аутист у нее, он стал хватать у меня ложку из рук, и пытается кушать сам, и даже сегодня умудрился сам себе подгузник одеть чистый, пока я отвлекалась, вчера была с ним на занятиях у психолога, она тоже была в шоке, он все занятия работал, как взрослый ребенок, Господь Велик, я благодарю тебя за нужный мне пинок, благословений всех, благ тебе и твоей семье, три дня прошло, друзья мои, три дня, и та вот книжка, о которой он говорит, в Геннадии, понимаете, она просто переворачивает наше сознание, поэтому не пропускайте служение, и давайте тоже помолимся за наше детское служение, за одно, халлилуйя, Господь, мы благодарим тебя за наших детей, то, что ты мне дал, Господь, недавно откровение, что не надо бояться за болезни наших детей, за какие-то там их провалы в школе, что надо провозглашать, что наши дети великие люди, что это великие служители, это великие заступники твои, твои поклонники, они просто будут творить историю, они останутся в истории, как серьезные, достигшие тех успехов, которые ты для них, Господь, приготовил, а не мы, как люди, для них видим. Спасибо тебе, Господь, за каждого нашего ребенка в детском служении, мы также благословляем наш поход на каток 3 февраля, так что, родители, будьте готовы, и я верю, Господь, что это твое время, это твои дети, и спасибо тебе за то, что ты работаешь в наших семьях, ты открываешь нам, что нет ничего невозможного, хочешь утром быть добрым, сделай утром добрым. Слава Иисусу. Аминь. Юля приехала, мы ее очень рады видеть. Давай, звезда. Всех приветствую, всем очень рада, соскучилась безмерно. Я буквально на две минуты, потому что все, что я хотела сказать, и о чем я думала на протяжении суток, сказали все, кто говорил до меня здесь. Это благодарность за семью, это смирение, почтение родителей, неважно, несмотря ни на что. За последние три месяца, меня не было здесь три месяца, я много где побывала, и самое главное, что я поняла, ну, есть несколько пунктов, которые озарили мою голову за последние несколько месяцев. это самое главное, что у меня есть Бог. Он пришел в мою жизнь, в мое сердце, когда мне было 4 года, сейчас мне 25, то есть большую часть своей жизни я живу с Богом, и, знаете, я каждое утро просыпаюсь с мыслью о том, что у кого-то нет этой возможности благодарить Бога, потому что они не знают как. Вот, ну, например, приведу пример своего брата, с которым мы решили наладить отношения, это двоюродный брат, это мои родственники, это семья, параллельная моей маме, то есть это ее брат и уже его дети. Моя семья не общается с родственниками в связи с какими-то недопониманиями, старыми спорами и так далее. Мы с братом решили нарушить эту традицию и стали общаться. и приехав к нему в гости, там тоже была отдельная история, как я к нему попала, я узнала, что у меня брат закончил духовную семинарию, два года учился, он являлся служителем в церкви протестантской, и при этом человек ведет кардинально отрицательную жизнь, ну, то есть она далека от почтения заветов Бога и так далее. и, знаете, я увидела такой момент, что мы счастливые люди, так как мы в свободе, ну, вот в нашей церкви. Мы приходим, мы можем дать десятину Богу, можем не дать. Над нами никто не будет стоять и говорить, «Ты что? Ох, я все вижу, я слежу за тобой». У них, к сожалению, там, где он живет, действительно, меня это удивило. У них на законодательном уровне у тебя с карты каждый месяц списывается определенная сумма. Хочешь ты этого? Не хочешь ты этого? это происходит. И я такая вся думаю, ну, сейчас мы тут о Боге поговорим. И я говорю, Юр, ну, ты знаешь, что есть духовные вещи, есть жизнь, да, такая вот социальная. И он говорит, знаешь что? Я тебя люблю, ну, не надо. И тут я поняла, что это настолько глубокая рана, которая, ну, у меня брат, он просто чек-калькулятор. У него в голове калькулятор. То есть он думает на языке финансов. Все вопросы, это как евреи. То есть если вопрос, решение требует денег, это не проблема, это финансовые затраты. Вот это мой брат. И когда он говорит, ну, то есть у него Бог равняется деньгам. Ну, вот, то есть с него, грубо говоря, требуют каждый там месяц деньги, да. И я попыталась с ним этот вопрос обсудить и поняла, что я не могу его понять. Ну, потому что со мной этого не происходило. И у меня нет этой проблемы в голове. И тут мы подходим ко второму вопросу, который настиг меня, к тому, что я не идеальна. Я могу чего-то не знать. И мне всегда было очень трудно признавать ошибки и вообще сказать человеку, что да, окей, ты прав, хорошо. Мы не будем спорить. И то, о чем говорила вот Оля сейчас по поводу решения. И ты решаешь, будет утро добрым или нет. Я пробыла, наверное, неделю с семьей брата своего. И вот ну, очень сильно изменились взаимоотношения наши за эту неделю, потому что мы ходили в церковь, мы говорили о Боге, он стал как-то об этом думать немножечко иначе. И самое главное, что я поняла, я делала это не для него, а для себя, потому что для меня это важно. Я не знаю, как жить по-другому. Наверное, в заключении подведу итог всему. Самое главное, это действительно наслаждаться жизнью, которую Бог дал в данный момент. Я себе это говорю в первую очередь. Не смотреть ни на кого, не судить, тем более. Не думать о том, что вот он делает не так, как ты. Это неправильно. Мы каждый вправе делать так, как Бог нам открыл. И зачастую бывает так, что остальные не понимают тебя, не верят, не видят вообще твоей цели. Она открыта только тебе. Главное смотреть на Бога. Спасибо Богу за нашего пастора. Геннадию с Натальей отдельная благодарность. Я сейчас побывала во многих городах, поняла. Спасибо вам, что пригласили меня переехать сюда. Мне здесь очень нравится. И действительно, это мое место. И мне здесь очень комфортно сейчас. Я думаю, что я еще буду здесь жить. Вот. Отдельное спасибо всем, кто как-либо касается моей жизни на протяжении всего этого времени, потому что мы творим судьбы на самом деле. Любое доброе слово, любая улыбка, любой пинок, он оставляет осадок. И пусть он будет нелицеприятным и так далее. Это опыт. И, в общем, спасибо. Богу, в первую очередь, спасибо вам. И будем жить, наверное, как-то так. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо, Юля. Слава нашему Богу за хорошее свидетельство, за хороший год, который мы прожили вместе и за тот год, который мы еще проживем вместе с нашим Господом. И перед тем, как помолиться за финансы, я бы еще хотел сказать пару слов о самих финансах, о том, что когда тебе что-то открывается, ну вот как сегодня начало служение, от того, что Бог мне открыл, что я буду миллионером в Болгарии, и мне нужно было это принять. То есть для меня это была мысль, которая в мой мозг не помещалась, но потом, через какое-то время, я просто с этим согласился. И, знаете, вот первый шаг вот если ты хочешь вырасти финансово, тебе надо просто принять факт о том, что ты можешь быть и ты будешь богатым человеком в Господе Иисусе Христе. Принять правильную мотивацию, для чего это надо, для чего это необходимо, для того, чтобы быть благословением для своей семьи, для своих родных, для своих самых близких людей, для того, чтобы приобретать друзей для себя, для Иисуса, для Царствия Божьего, и для того, чтобы границы Царства Божьего расширялись. То есть высвобождать финансы для того, чтобы стать благословением. Вы знаете, мы уже в этом году будет 10 лет, у нас в этом году будет несколько юбилеев, ну, в том плане, что у моей супруги скоро будет юбилей, ей будет 25 лет исполнится. И как-то так получилось, что в этом же году у нас будет серебряная свадьба, у нас 25 лет совместно с жизнью. И мы ровно 10 лет, как мы живем в Болгарии, мы получили, через 5 лет получили ПМЖ, в этом году мы будем подавать документы уже на гражданство. Ну, нам как-то так говорят о том, что вы можете подать документы, но дождетесь ли вы этого гражданства, это уже, на самом деле, никому не известно, могут отказать, и при этом никак не объяснить. Но есть такой пунктик в законодательстве Болгарии о том, что вы можете вложить инвестиции на сумму полмиллиона евро. И мне этот пунктик очень нравится. Ну, знаете, в том плане, что я так просто поднимаю лицо к Богу, что такое полмиллиона евро для моего небесного отца. Ну, это вот, это просто, знаете, потому что по своему христианскому опыту, я могу так сказать, всегда, всегда так было в моей жизни. Если я прошу у отца какую-то сумму, например, ну, в том плане, что для нас было чем-то невероятным, когда надо было меня отправить в Китай или пройти обучение, там, какое-то крутое обучение, там, на то время по гештальтерапии, и это стоило тысячи, там, евро, например, для нас это были те деньги, которые для нас были, ну, на те времена просто нереальны. Мы просто что? Мы вставали на колени, на колени просили у отца. И вы знаете, когда Бог видит, что эта сумма нужна на какое-то доброе дело, когда эта сумма высвобождается на что-то хорошее, на что-то доброе, когда это входит в соответствие с волей Бога, Бог очень легко высвобождает. То есть, эта сумма, она просто вот так, просто приходила к нам вот так, пум. Я помню, как-то у нас в церкви одна сестра вдруг, это первый раз такое, вот Наташа помнит, вдруг встает сестра, для нас это было так неожиданно. В церкви идет тысяча долларов, мы, ну, я тут про себя думаю, сумасшедшие. Просто, ну, так посмотрели, там просто, ну, как, просто сделали вид, поулыбались, короче, там, просто, ну, через неделю ко мне приезжают два бизнесмена домой с конвертиком таким, вот, дорогой пастор, ну, просто мы хотели, вдруг получили какое-то побуждение, мы сами не знаем, почему, мы сами не знаем, ну, вот, вот просто возьмите все, возьмите, и ушли, короче. Я открываю этот конвертик, и там ровно тысяча долларов. Вот как это вот объяснить? И вы знаете, вот та книга, которую я прочитал, которая расширила буквально мои мозги, буквально, потому что я увидел, что там много вещей, которые доказаны, подтверждены, и для меня это, знаете, как такой елей, знаете, ну, просто, о, так все уже подтверждено уже давно, то, о чем я вот так переживал, какие-то мои, какие-то терзания, какие-то метания, потому что у меня тоже, я тоже ученый, у меня есть научные какие-то изыскания, там, статьи какие-то, там, выступления на международных конференциях, вот, и просто, для меня это очень близко, то есть, это все, на самом деле, это то, в чем я живу. И, знаете, на самом деле, просто, долгое время, когда меня упрекали в Казахстане, о том, что я проповедую слишком сложно, и меня не понять, я начал упрощать свою речь, и выбрасывать из проповеди какие-то термины, которые, ну, не всем понятны, и старался упростить свои проповеди до такой степени, чтобы их мог понять даже ребенок. То есть, у меня появился вот именно такой опыт в адаптации какой-то сложной информации, для того, чтобы она стала доступной. И сейчас, когда мне поступает вот эта книга, да, о том, что включите свои мозги, наконец, да, я просто понимаю, что это моя работа, в том плане, что это для меня, эта книга, она моя, это и мой труд. Ну, сейчас мне надо, короче, как-то вот вложиться, да, и просто вот так донести до людей о том, что вот такую драгоценную информацию, о том, что мы можем реально менять свою жизнь так, как нам до этого просто не снилось. То, о чем мы вообще, на самом деле, не могли и не смели мечтать. Мы можем это делать реально. И при том, за какие-то вот такие вот считанные какие-то там месяцы мы можем изменить свою судьбу круто. Просто круто. И вы знаете, на самом деле, просто что такое полмиллиона евро, ну, на самом деле, это ничего. Для моего Бога это ничего. И просто Бог мне открыл, о том, что это просто на самом деле, это для тебя. Ну, в том плане, что пройдет, там может быть, пару лет, не надо ждать, когда вам кто-то даст, там просто болгарское гражданство. Вложите то, что мы уже сейчас делаем. В том плане, что мы купили одно помещение в Варне, для медицинского центра, мы купили в Бургасе еще одно помещение. Бог благословляет, потому что эти помещения, они послужат для расширения Царства Божия. Мы хотим там помогать людям. Это то, что мы реально делаем. И вы знаете, автор этой книги, я рекламирую эту книгу буквально сейчас, она специалист по лечению, восстановлению, реабилитации людей, которые пережили травму головного мозга. Когда какая-то часть головного мозга не функционирует, какая-то часть тела не функционирует. Я специализируюсь. То есть моя специализация, она на помощи реабилитации постинсультных состояний. То есть это очень близко. То есть я могу немножко так, просто буквально, как вы знаете, просто у меня есть несколько таких клинических случаев здесь уже в Варне, когда вот, ну, в Славе совсем недавно мы были вместе, праздновали человек, который перенес обширный инсульт, и он обратился ко мне. Уже через два месяца он был в нормальном состоянии, потому что он прошел довольно качественную реабилитацию. То есть у меня есть опыт, опыт врача более 20 лет, как помогать людям в постинсультных состояниях, в постинфарктных состояниях, людям беспомощных, когда на самом деле человек или полностью парализовал, или там частично, или это парапорезы, или тетропорезы. И в этом отношении я смотрю, Бог что-то начинает делать. То есть Бог начинает прилагать специалистов. Ну, в том плане, что смотрю, Мария там, раз, ну, там Васильева, кандидат психологических наук, ну, раз, объявилась, да. Просто Мария, она приезжает из Москвы, еще один специалист, реабилитолог. Недавно приехала Мария, реабилитолог. Говорю, Господи, что происходит? Ты собираешь здесь специалистов, при этом я только вот так, просто наблюдаю, вот еще один, еще один. Зачем они? Куда они? Зачем? И сейчас вот мы ведем разговор там с Антоном, с Марияной о том, что открывается филиал в Бургасе, но мы там не можем работать, мы не можем разорваться. Нужны специалисты, которые будут работать там, в Бургасе, помогать, реабилитировать. они очень хорошие специалисты, ну, Марияна проходила обучение у знаменитого профессора Дубровского, вот, в Москве, и очень хороший, классный специалист, я видел, как она работает, так, мне остается только вот это наблюдать, как Господь делает свою работу. Бог мне открыл, что в этом году, я в основном буду просто заниматься, знаешь, прежде чем созерцание. Мне это очень тоже нравится, ну, в том плане, что просто вот Господь, спасибо, Господи, ну, слава Богу, Господи, наконец-то, ну, просто вот, что все будет происходить само по себе, потому что мы входим в течение Святого Духа, то, о чем сегодня Наталья говорила, финансы будут сами высвобождаться, потому что мы делаем правое дело, мы делаем святое дело, мы приехали в Болгарию, мы посвятили себя, в том плане, что мы приехали в Болгарию и заявили так, в том плане, мы помолились Наталье, мы посвящаем себя этой нации, мы посвящаем себя Болгарии, мы приехали, чтобы здесь умереть, чтобы здесь остаться, чтобы посвятить своей жизни, и мы оставили свои дома, мы все там продали в Казахстане, для того, чтобы стать благословением для этой благословенной, святой нации, которая сегодня находится в критическом состоянии, нуждается в помощи, в поддержке, потому что, на самом деле, кризис и, ну, какой-то обвал, финансовые какие-то проблемы, я верю в то, что Бог нас будет использовать по полной программе, будет нас обильно благословлять в этом, потому что мы здесь востребованы, кто это может сказать? Аминь. И вы знаете, на самом деле, просто, вот финансовое служение, на самом деле, это очень просто. Когда Бог видит, что какой-то человек, как Авраам, поверил ему, это вменилось ему в праведность, и этому человеку нужны какие-то финансы на доброе, хорошее дело, Богу не жалко. Давайте мы это запомним. Бог готов тебя благословлять самым сверхъестественным образом. Финансы будут высвобождаться и просто приходить самым невероятным образом, и вы будете просто вот так, просто принимать и благодарить, на самом деле, о том, что Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, потому что, да, я верил, потому что, что ты меня не оставишь, потому что ты обещал, что мы ни в чем не будем иметь нужды. Есть такое описание? Что Бог будет сам нас обеспечивать. Если Он птицу небесную обеспечивает, если Он траву полевую одевает, то не тем ли паче мы, да, верующие в Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Давайте мы коротко преклоним наши сердца, помолимся за финансы, за освобождение сверхъестественного финанса в нашей церкви, в нашем служении, в наших жизнях. Главная уверенность в том, что скажи саму себе, я хочу быть богатым человеком, и я буду богатым человеком, и я уже богатый человек в Боге, потому что богатый – это производное слово Бог, потому что я хочу сделать очень много доброго на этой земле, потому что нищий, бедный человек не может заниматься благотворительностью, не может кому-то дать. Авраам был богатым человеком, Исаак был богатым человеком, Яков был богатым человеком, Моисей был принцем. Мы все говорим о библейских персонажах, которым Господь, когда были необходимы финансы, Бог всегда высвобождал такие колоссальные финансы. Давайте мы вспомним Иосифа, давайте мы вспомним Соломона, давайте мы вспомним Давида. Это все довольно достаточно богатые люди, которые были благословением для своей нации и для многих народов.